если вам не повезло и ваша родная мать оказалась нарциссом я в этом видео дам 7 основных ошибок которые делают большинство людей при общении с нарциссом будь то свекровь нарцисс или родная мать нарцисс это видео поможет вам понять как не надо чтобы вы в конечном итоге сберегли свою психику свою нервную систему и свое здоровье потому что общаться с нарциссами опасно для здоровья они очень токсичны у людей возникает масса психосоматических различных болячек от аллергии блин друзья до онкологии поэтому берегите себя смотрев то видео вы узнаете основные 7 ошибок смотрев до конца и так первое это что-то вообще объяснять нарциссу объяснять почему не хотите почему вы сделали так и не иначе почему вы не хотите делать то что он человек адекватный с эмпатии который уважает границы он вас поймет ну да там не можешь ну как нормальный такие дружеские или приятельские отношения нарциссическое расстройство личности это психиатрия это клиника и в его воспаленном черно-серо-тускло-белом мире когда вы начинаете ему оправдывать объяснять он воспринимает как оправдание то есть вы ему объясняете а он воспринимает как оправдание и поэтому если вы увидели в своей матери нарциссические черты или прям понимаете стопроцентный нарцисс или свекровь ваша нарцисс не объясняйте не оправдывать это блин постоянная ошибка которую я вижу у большинства кто оказался в такой ситуации я не теряю надежды до вас достучаться не объясняете они это воспринимают как оправдание они начинают понимаете с позицию сверху вставать и вот так вас прогибать и потом вы уже сами не замечаете как вы начинаете оправдываться они нападают вот допустим на вас мать нападает и тут же закручивает вас травить ядом и вы опять чувствуете себя плохо что я как будто виновата хотя я ничего не сделала понимаете то же самое делает свекровь нарцисс все выворачивать я так решилась нет просто нет значит нет без всяких объясней объяснение работают с адекватными людьми с людьми с расстройством личности объяснение работает ну допустим фильм видела психушка сидит мужичок на дереве и стучится головой в дерево до крови лоб разбил его спрашивает медсестра ты чё делаешь это ведь хочешь червячка сейчас я достану вот этого червячка вот примерно такой у них всевозможный вид мир вот этих вот патологий не надо перед ними объясняться так следующее второе не надо пытаться заслужить любовь и быть хорошей девочкой не надо пытаться заслуживать выслуживаться многие старались быть хорошими дочерми наладить соотношения с мамами со своими и с мамами мужей это не привело ни к чему хорошему опять же это работает с людьми психологически здоровыми с людьми более-менее адекватными с людьми которые уважают свои чужие границы с людьми которые эмпатичны если мать нарцисс то все чтобы вы не пытались сделать она будет этим манипулировать это подобно такой вот манипуляции как морковочку перед носом дергают вот смотри смотри и все дальше и дальше человек вас уводит туда куда нужно ему то есть всячески использует как ресурс что я тебя все-таки полюблю ты получишь мое одобрение ты будешь хорошей дочери не будет этого и вообще не надо не заслуживаться не выслуживаться потому что каждый уже достоин любви потому что он есть он уникален каждый из нас уже достоин любви любовь не надо заслуживать иначе это не любовь третье очень такая боль да боль ошибка но ее надо озвучить перестать ждать добрую хорошую маму что мама изменится здесь если угодно это этап когда надо похоронить надежды и мечты а хорошая добрый мари это момент обычно работают с психотерапевтом или с психологом который знает как с этим работать потому что не каждый психолог может работать с такой травматикой перестать ждать добрую хорошую маму потому что ваш внутренний ребенок ваша девочка тоскует по той любви по той недолюбленности по той доброй хорошей маме это это обгоревание тоскование отпускание но в то же время не все так плохо все даже хорошо на самом деле вот эта потребность вашего внутреннего ребенка в маме который вы хотите от мамы получить а нарцисс только может этим манипулировать он не способен любить силу своей глубочайшей духовной поврежденности это любовь вы можете получить ее нужно получить нужно до любить эту девочку это делается и психотерапии и в эту любовь можете получить от другой женщины есть мудрые женщины постарше они даже могут быть вашего возраста родственницы знакомые педагог там коуч и терапевт иногда в терапии играет роль вот этого родителя долюбливать то есть вот голодный человек и монда наездся эту потребность любви закрыть и человек начинает исцеляться конечно огромный ресурс тут для верующих например для христиан это образ девы марии образ богородицы и действительно вот эта материнская теплая любовь она закрывает эту потребность и когда у тебя закрыта эту потребность ты перестаешь тосковать уже за это место там бой невозможно манипулировать много техник и долюбливание себя но в общем то это делается в терапии там иногда вот курс тоже у меня по этой теме был то есть эту потребность нужно закрыть но вот эту надежду до добрую хорошую маму ожидать от матери нарцисса эту надежду надо как вот не жестоко звучит убить потому что эта надежда вас разрушает она является иллюзия она является крючком для манипуляций отгревать от плакать но выпустив эту боль поверьте проверено сотнями тысячами слу там десятки тысяч случаев ваше сердце войдет новый свет и вы действительно переродитесь духовно как мистическая птица феникс и ваше сердце затопит огромный благодать мир и радость и вы наконец-то освободитесь от этого дурмана нарцисса и нередко если девушка приходит бывает с конфликтом со свекровью тоже свекровь прогибает а там по признакам нарцисс то тоже травматика с мамой вот эта девочка боится взрослую женщину боится мама это тоже прорабатывается перестать ждать взрослую маму с позиции ребенка уйти на позицию взрослого но это вот так вот не делается по щелчку пальцев до легко сказать а трудно делать как в любом деле сказать легко иди там катайся на нас на лыжах иди там на коньках сделать это это тоже процесс то есть если вы поставите себе такую цель вы найдете ресурсы дорогу оселит идущие небеса помогают смелым небеса помогают тем кто начал действовать то хотя бы лежит в направлении цели до поверьте тысяч десятки там сотни женщин эту проблему решили закрыли на самом деле мало у кого была такая мама к сожалению что живем у не сам здоровом обществе четвертая ошибка открывать душу девочки мои дорогие тут работает принцип все что вы сказали нарциссу будет использовано против вас я понимаю хочется открыться я это будет нормальный живая потребность в маме но нарцисс востока отравит обгадят обольет причинит боль он вас травмирует еще больше понимаете то есть мать она может быть духовной это может быть женский круг это может быть подруга это может быть какой-то теплый человек есть такие вот женщины не мамы всему миру мать всему миру да эти женщины на высочайшем уровне духовного развития от них любовь идет до получить эту любовь надо и душу вот таким женщинам если вы откроете они вот бережно да они не плюнут туда а нарцисс вот вы понимаете вы подходите к черной заколдованной ледяной ведьме за даже мать и биологическая и пытаетесь открыть душ а в итоге вы еще более травмированный приползаете собираете себя по частям смотрите так или под конец сказать не дать сейчас скажу смотрите дело в том что вот этот миф о святом материнстве это действительно миф слишком прямо романтизируется и мать ставится на пьедестал на самом деле если мы посмотрим с духовной точки зрения то человека создал господь вдохнул дыхание жизни и мать пусть вот представьте она вас нарцисс или психопат жестокая чудовищная злая мать то она является всего лишь биологическим проводником в эту жизнь вас бы ей не принадлежите вы не ее собственность более того технологии ну как бы там не этого не хотелось мужик этому идем уж не зря эти фильмы показывают в искусственные матки посади эмбрион человек выживет то есть понимаете и эту потребность вы можете закрыть через любовь из источника жизни прокачивать духовные сферы вы своей матери не принадлежите она всего лишь проводник это надо помнить когда она начинает вами манипулировать чтобы забрать вашу энергию забрать ваши силы забрать ваши деньги забрать ваше счастье дыхание жизни вдохнул создатель мать является проводником так идем дальше но пятый пункт он все-таки перекликается с четвертым но я бы все-таки отделила принимать близко к сердцу все принимает близко к сердцу потому что вот ну давайте мы представим что вы пришли на экскурсию в психушку и там разные люди там наполеоны эльфы екатерины вторые там маги и ведьмы колдуны вы же не будете ждать от человека с психическим нездоровьем адекватной реакции и представьте да к сожалению там возможно замороженная черная ведьма сидит ваша мать нарцисс или это просто замороженная статуя которая не может дать ни любви не тепла которая может только искусать который может отравить обесценить потом одеть к маску красиво вы же путаетесь потому что они одевают масочку красивой мамы это маска это иллюзии но вы начинаете сомневаться в своей адекватности помните как ведьмы превращаются в красивых феи вот есть очень прикуп классный фильм на эту тему звездная пыль и там три ведьмы страшны упала звезда а ничего делать звезды это такой символ девушки ангела светлейшей энергии они этих звезд разбирают на запчасти и эту энергию то низ потребляют и становятся красивые на время но потом они разрушаются то есть все нарциссы психопаты его одержим еще темными демоническими сущностями духовным до мере и они пытаются этой энергии высасывать понимаете что это и родная мать может быть но заменить до духовном плане может светлая женщина темная которая просто была проводником вашу жизнь это важно понимать и близко к сердцу не принимать это уже следующий этап терапии до понимая что она была проводником но в этой жизни я могу выбирать с кем где когда общаться быть счастливой или путаться в сетях нарцисса вот в этом в лабиринте потому что таки чем больше вы там блуждается тем больше они вас затягивают понимаете как околдовывают вот эти вот кошмары это всего лишь маска было это всего лишь иллюзия что мама станет хорошей и не станет все-таки эту надежду надо так два пункта осталось позволять нарциссу нарушать границы собой манипулировать нарциссы особенно родственники особенно матери или свекрови они же очень сильные манипуляторы это их способ выжить как неких таких энергетических паразитов потому что ну вот уровень горизонтальных связей мы общаемся с друг с другом вертикальные связи это высшие сферы духовность альтроизм любовь творчество бы свыше чтобы поганое творчество создать это самое доброе лучшее что есть и вертикальные связи это человек прямо вот связан с небом да с небом со вселенной со звездной пылью с прекрасной потрясающей энергии у нарцисс они не могут эту энергию получать поэтому им нужно вас вывести из себя укусить границы не та юбка не то платье не то лицо не то прическа ты не такая вот только она вывести состояние равновесия забрать эту энергию нужно прокачивать в себе навык устойчивости чтобы они не могли вас пробить не позволять рушить границы собой манипулировать это самое сложное на самом деле потому что пока не закрыта боль девочки по маме это самое сложное и со свекровями то же самое но поверьте она того стоит здесь справитесь вы потом станете очень устойчивый потому что от нарциссов вы никуда не денетесь они везде в обществе манипуляторы и абьюзеры там психопаты социопаты я не буду гулять углубляться так сказать демонологию просто знаете что это будет мощной прокачкой вы станете сильные вы прокачаете свою энергию светлую энергию воина вы ваша сущность она высветлится вы как бы вы кристаллизуете ваша личность иногда эти люди в нашей жизни для того чтобы нам открыть новых нас как мистическая птица феникс который умирает и возрождается вновь и уже в более таком качестве 7 не позволяя не обращаться за помощью эта ошибка не обращаться за помощью тоже очень такая популярная потому что вы имеете дело ни с чем иным как с темными силами пусть и темные но это силы понимаете это не что-то там какой-то хулиган вася с водяным пистолетом какой дурак подросток который там петарду бросил это не какой-то хулиганье который можно в полицию сдать там или прогнать это крайне токсичные люди это очень сильные манипуляторы это хищники это социальные хищники их библии называют хищниками это волки которые пожирают обят овечек вот и поэтому нужно иметь мудрости силы они начать на штаны снимут и все снимут и вообще прибьют и сожрут и останутся рожки до ножки вот то есть тоже быть мудрыми быть сильными а есть не получается а много у кого не получается обращаться за помощью обращаться за помощью за духовной за психологической за психотерапевтической за медицинская но еще у вас срыв стрессу что-то обратитесь невролога обратились к терапевту медицинскому психика не выдерживает поэтому если поддержка да там круги поддержки то есть нужна помощь есть чек не обращаются за помощью он там варится и он начинает разрушаться психика разрушается тело начинает болеть вы срываетесь на близких да понимается нет ничего такого страшного чтобы обратиться за помощью берегите себя всем здоровья и счастья позитивного теплого светлого окружения поделитесь в комментариях кто сталкивался кто уже решил кто в процессе с удовольствием почитаю всем спасибо до встречи в комментариях обсудим